Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна. Вы находитесь в курсе Sound Natural, который все увереннее близится к своему завершению. Сегодня у нас 95-й урок из 100, и мы разбираем конструкцию whether or not. Неважно, да или нет. Не совсем удобно переводить эту конструкцию. Использовать ее тоже поначалу неудобно, но она вам может встретиться, и вы должны быть к этому готовы. Итак, смотрим whether or not. Независимо от того, есть ли что-то или нет. Да или нет. Under whatever circumstances, regardless. То есть, неважно, каковы обстоятельства, несмотря на эти обстоятельства, что-то там будет происходить. Давайте посмотрим сразу на примеры. Whether it rains or not. Will hold a sports meet. Неважно, будет дождь или нет, мы все равно проведем спортивное собрание. Whether it rains or not. То есть, неважно, есть дождь, либо его нет. То есть, слово weather, несмотря на то, что это союз, союзное слово, да, мы должны как-то изголиться, чтобы его перевести. Мне кажется, что самое удобное – это независимо от или неважно, есть или нет. И дальше, что мы там сделаем. Мы сообщаем об этом во второй половине предложения. They'll find out the truth. Whether or not you tell it to them. Они узнают правду. Неважно, скажешь ты им об этом или не скажешь. They'll find out the truth. Они узнают правду. И при этом абсолютно неважно. Whether or not you tell it to them. Скажешь ты это или нет. Значит, что еще интересно. Мы видим, что whether и not могут разрываться. Между whether и or not может что-то стоять. Какое-то условие. А может и не стоять. Whether it rains. Видим, что it rains – это маленькое предложение, которое содержит подлежащее и сказуемое. Но может ничего и не быть. Можем сказать whether or not. Бла-бла-бла. Whether or not we like it. We have to accept it. Неважно, нравится там это нам или не нравится. Мы все равно должны это принять. Whether or not. Опять мы не разрываем. Whether or not we like it. Можем, кстати, перефразировать и сказать whether we like it or not. We have to accept it. То есть, в любом случае, куда-то надо вот это условие впихнуть. Либо whether we like it or not. Либо whether or not we like it. Давайте в первом случае whether or not it rains. Либо whether it rains or not. То есть, куда поставите пояснение, там оно и будет стоять. Whether you are willing or not. You have to do it. Неважно, готов ты или нет, все равно должен это сделать. Whether you are willing or not. Либо whether or not you are willing, you have to do it. Ну, в принципе, не так-то, наверное, все и сложно, да, когда смотришь на пример и видишь, как это все работает. Опять же, постепенно вам станет интуитивно понятно, как работает данная конструкция. Пока же давайте прочитаем еще раз эти примеры и двинемся к диалогу. Whether it rains or not. We'll hold a sports meet. They'll find out the truth. Whether or not you tell it to them. Whether or not we like it. We have to accept it. Whether you're willing or not. You have to do it. Ну, вот у меня есть пояснение. How do the sports meet? Проводить спортивные игры. Ну, то есть, собрание с целью поиграть в какую-то спортивную игру, да. И теперь мы с вами двигаемся к диалогу. Он сегодня, как видите, небольшой. I don't like this movie. Look, I already paid for the ticket, so whether you like it or not, we're going to finish watching it. Well, I'll just read the book then. Don't be such a stick in the mud. Just watch it with me. But I don't like it. Come on. Give it a chance. The movie just started. Слушай, мне этот фильм не нравится. Послушай, но я ведь уже заплатила за билеты, поэтому нравится тебе или нет, мы все равно досмотрим этот фильм. Хорошо, я тогда буду сидеть читать книгу. Но не будь такой занудой, такой занозой в заднице. Не будь таким засранцем. Просто посмотри со мной этот фильм. Но мне он не нравится. Ну, ладно, дай ему хотя бы шанс. Фильм ведь только начался. Итак, интересный диалог, есть о чем поговорить. I don't like this movie. Ну, тут все понятно, да? Look, I already paid for the ticket, so whether you like it or not, we're going to finish watching it. Look, смотри, послушай. Это не буквально вот смотри на меня, да? А это как обращение. Слушай, look, I already paid for the tickets. Уже за билеты заплачены. Видим, что здесь не обязательно прямо использовать present perfect. Мы больше подаем эту информацию как факт. Не обязательно здесь говорить have paid. Можем сказать просто paid. Past simple. И наш оборот. Whether you like it or not. Мне кажется, что это вообще самый популярный вариант использования данного оборота. Whether you like it or not. Нравится тебе или нет? Мне не интересует, нравится тебе или нет. Ну, здесь запятую забыли, да? We're going to finish watching it. Мы все равно досмотрим. We're going to здесь неудобно переводить, как мы собираемся это досмотреть. Здесь это просто неотвратимость будущего. Мы досмотрим. We're going to finish watching it. Смотреть его. Look, I already paid for the ticket, so whether you like it or not, we're going to finish watching it. Well, I'll just read a book then. Ну, ладно, тогда я буду просто читать книгу. Don't be such a stick in the mud. Дословно, не будь такой палкой в грязи, да? Ну, понятно, что для нас такой перевод абсолютно ничего не обозначает. Это все равно, что я буду для носителя языка переводить дословно наши крылатые выражения. Да нет, наверное, из этой категории. Поэтому мы не можем так брать, дословно переводить. Мы должны подобрать русский аналог. И в данном случае a stick in the mud больше всего подходит как не будь занудой, не веди себя как ребенок, или боль такой грубая, не будь таким засранцем. Почему бы и нет, да? Don't be such a stick in the mud. Just watch it with me. Просто смотри со мной. But I don't like it. Но мне не нравится он. Come on. Give it a chance. То есть, come on используется как побуждение. Come on. Да ну, ну же. Give it a chance. Оборот give it a chance, дословно дай ему шанс. Да, то есть, ну дай шанс этому фильму. Пусть это произойдет. Come on, give it a chance. The movie just started. Фильм только начался. И опять же, мы видим, что несмотря на наличие слова just, так же как already, нам не обязательно, друзья, мы всегда строго использовать present perfect. Потому что слова just already, они, конечно, действительно часто используются с present perfect, но это не значит, что мы всегда, как собака Павлова, видим just already, все, у нас рефлекс, надо использовать present perfect. Не всегда так будет, друзья мои. Иногда нет какой-то веской необходимости его использовать. И можно обойтись обычным past simple. Особенно, когда мы говорим об американском английском, где есть тенденция к упрощению времен. То есть, не то, что упрощению, а предпочтению одних форм времени другим формам времени. Поэтому I already paid. The movie just started. Можно использовать past simple. Я так подробно об этом говорю, потому что я уже предвижу, что пойдут вопросы в комментариях. Вот чтобы их не было, друзья мои, я сразу подробно говорю об этих моментах и заостряю на них свое внимание. Итак, мы с вами разобрали этот диалог. Интересные обороты. Don't be such a stick in the mud. Come on, give it a chance. Хорошие обороты. А теперь давайте прочитаем этот диалог с вами вместе. Давайте я буду человеком, которому этот фильм не нравится, а вы меня будете страстно уговаривать посмотреть этот фильм. Поддайте, как говорится, эмоции, постарайтесь убедить меня. I don't like this movie. Well, I'll just read the book then. But I don't like it. Okay, теперь меняемся ролями. Теперь вы будете такой весь скучающий или скучающая, а я буду вас уговаривать. Ну, давайте попробуем. Start, please. Look, I already paid for the ticket, so whether you like it or not, we're going to finish watching it. Don't be such a stick in the mud. Just watch it with me. Come on, give it a chance. The movie just started. Отлично, друзья мои. Думаю, все получилось. Теперь осталось дело за малым. Прослушайте, пожалуйста, дикторов, которые еще раз прочитают первый слайд и второй слайд. И я надеюсь, что этот урок вам понравился. Если это так, не забудьте нажать лайк, оставить свой комментарий. Занятие для вас провела Елена Викторовна, канал OK English. И следите за новинками. До скорой встречи, друзья мои. Bye-bye. Sentence Structure No. 95 Whether or not Examples 1. Whether it rains or not, we'll hold the sports meet. 2. They'll find out the truth whether or not you tell it to them. 3. Whether or not we like it, we have to accept it. 4. Whether you are willing or not, you have to do it. 5. Dialogue I don't like this movie. Look, I already paid for the tickets, so whether you like it or not, we're going to finish watching it. Well, I'll just read a book then. Don't be such a stick in the mud. Just watch it with me. But I don't like it. Come on, give it a chance. The movie just started. I don't like it toutes. I don't like it. Продолжение следует...